Друзья, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Наталья. И сегодня хочу представить вам свой очередной мастер-класс. Мастер-класс по костюмчику. Я его назвала «Солнышко мое». Это значит костюмчик, кофточка и штанишки и шапочка. Вот такая шапулька. Сейчас подробно все вам расскажу. Ну, многие девочки, кто меня смотрит, знают уже, что я говорила, у меня выйдет платный мастер-класс по детскому костюмчику, поскольку было довольно приличное количество запросов снять платный мастер-класс, разработать детский костюмчик. У меня уже два мастер-класса есть платных по детским костюмчикам на канале, выпущенные, наверное, уже год назад. И, в общем, я созрела, решила еще один костюмчик связать и сделать мастер-класс. И вот такой костюмчик у меня получился. Давайте немножко расскажу по пряже. Вязала из Ализе Шикерим Бэби в 100 граммах 320 метров. Вязала в одну ниточку на спицах номер 3. Так, это у нас 100% акрил. Очень мне нравится этот акрил. Довольно давно я вяжу из него уже деткам, поэтому, как бы, нареканий у меня к нему нет. Но вы можете взять любую схожую детскую пряжу по метражу и связать по данному мастер-классу такой костюмчик для ваших малышей. Значит, мастер-класс рассчитан на возраст от 0 до 6 месяцев. То есть, вот этот костюмчик я связала на 0,3 месяца. И в мастер-классе подробно и по всем, по кофточке, по штанишкам, по шапочке, подробно все рассказываю, объясняю, как связать на 3-6 месяцев. То есть, вот такой диапазон 0,3, ой, 0,6 девочки месяцев до полугода. И давайте отдельно сейчас расскажу по каждой детальке, да, так скажем. Первое, что это штанишки. Штанишки связала с завышенной резиночкой, поскольку я, как мама двойняшек, знаю, детки были малюсенькие, что постоянно всякие распашонки, кофточки, все это у них здесь вылазит, поскольку они шевелятся. И вот такая завышенная резиночка очень хорошо на животике все это дело держит. Штанишки связаны с росточком, то есть, под памперс тут все место, все хорошо есть. Все связала, все сделала, все показала. Решила использовать по бокам узорчик. И вот такой симпатичный узор я сюда подобрала. Довольно мило смотрится, как мне кажется. Декоративная вставочка. Как она называется-то, девочки? Ну, сейчас не подскажу, да. В общем, здесь сделала три пуговички, делала декоративную вставочку. Дальше в мастер-классе показываю, как я вяжу ластовицу. Я ее вывязываю ромбиком. Мне этот способ больше нравится. То есть, вот здесь вывязывается ромбик. Довольно несложный способ. И мне нравится. Мне это один из любимых способов вывязывания ластовицы. Ножки связаны тоже с удлиненной резиночкой, чтобы можно было на любой возраст. Подогнули, носите на малыша совсем. Отогнули постарше. Ребеночек подрос, еще штанишки вам в пору. Так, это вот все, что касается штанишек. Теперь давайте по кофточке. По кофточке. Вот такая кофточка связалась. Здесь я по горловинке сделала такую ложную кетлевку новым для себя способом. Но мне кажется, довольно неплохо получилось. Тоже в мастер-классе говорю по поводу пуговицы. Что здесь я на 0,3 месяца пуговицу не стала делать, поскольку маленькие детки, совсем маленькие. Как говорится, у них нет шейки. То есть они вот в таком скукоженном положении находятся. И чтобы здесь у них ничего нигде не давило, не мешало, я тут пуговицу решила не делать. Но на постарше можно здесь делать отверстие под пуговицу. Довольно это все легко и просто. В мастер-классе показываю, как делается. Можно сделать будет пуговичку. Значит, вот такая кофточка регланом сверху связанная. По низу повторяется узорчик, как на штанишках я вязала. По рукавчикам сделала немножечко другой узорчик. То есть здесь идут такие вот, как сказать, цепочки. И по центру изнаночные петли. Спинка, лицевая гладь и по низу тоже, по центру идет узорчик. В общем, девочки, вот такая кофточка. И еще комплекту я решила связать шапулечку. Ну, простая шапочка. Здесь по передней части повторяются тоже вот эти вот наши узорчики, как на штанишках и кофточке. Связала белую, если, допустим, какой-то другой цвет, конечно, узор этот будет более выраженный. Видно его будет хорошо. Ну, и я почему-то решила сделать беленькую. Здесь вот так вот идут листики. И вот этот большой лист как бы сюда закрывается и с этой стороны. Но на белом фоне не особо просто это видно. Если бы связала желтенькую, как я изначально хотела, было бы, конечно, более выраженный узорчик. Шапочка у меня получилась где-то на 2-3 месяца. Ну, тоже примерно и комплект сам где-то 2-3 месяца. Вот так я как подразумеваю, да, по размерам. Я вязала по стандартным размерам. Брала таблицу с интернета, как обычно я это делаю. И по стандартным размерам вязала. Детки у нас все разные, поэтому можете именно под своего ребеночка рассчитать, поскольку все расчеты, все даю. Мастер-класс длинный, 3 части. Наиподробнейший на этот раз у меня получился мастер-класс. То есть, ну, практически там по петельной весь. Все три части. Поэтому я думаю, что здесь справится любой, любая вязальщица, которая умеет вязать лицевые, изнаночные петли, делать накиды. Ну, хотя даже и если не умеете вязать лицевые, изнаночные, в принципе, в мастер-классе видно, как я это делаю, можно будет поучиться. Разные техники показывала. Тоже тут несколько техник идет. Ну, то есть, довольно, как бы, много нужной информации в мастер-классе сможете для себя почерпнуть. Так, как я уже сказала, мастер-класс будет состоять из трех частей для приобретения, если вы все-таки захотите связать вместе со мной такой костюмчик. Под видео в инфобоксе будет вся информация. То есть, где вы можете мне написать, куда, как со мной связаться. Нажимаете еще и открывается вся информация, все мои соцсети. Мне, как правило, девочки чаще всего пишут либо в Однокласснике, либо ВКонтакте. И я уже туда им скидываю ссылочки на мастер-класс. У меня мастер-класс хранится на Яндекс.Диске. Вы свободно ссылочку открыли, скачали себе, и он всегда у вас останется уже в вашем доступе, то есть, на вашем компьютере, планшете, либо куда вы еще сохраните. Потому что часто мне задают вопросы, я смогу через какое-то время его просмотреть. Конечно же, вы просто себе его скачиваете и пользуетесь сколько хотите раз. По расходу еще не сказала. Очень хороший расход получился. Белой пряжи ушло 87 грамм, желтой 117. То есть, в общем, получилось 204 грамма. Но вы, допустим, можете купить либо однотонный связать и 200 грамм взять. В принципе, вам хватит просто, допустим, на один ряд меньше связать, там, на два ряда резиночку, там, либо еще где-то чуть-чуть убавить, и на совсем малышика вам два моточка хватит. Либо также, допустим, белую, там, и еще какую-то контрастную нить купили, два моточка. И можно скомбинировать шапочку, резинку одного цвета, вот эту вот основную часть другого, чтобы вам два моточка, допустим, уложиться. Будет очень даже экономично. Так, ну, в принципе, наверное, девочки, все вам рассказала по костюмчику. Еще раз повторюсь, если есть желание для приобретения, пишите мне в соцсети, да, и я вам, конечно же, всю информацию буду скидывать. По стоимости, конечно, самое главное забыла, девчонки, сказать, по стоимости этот мастер-класс будет стоить 350 рублей. Ну, думаю, это не такая большая цифра, поскольку я сама очень часто просматриваю платные мастер-классы в том же Инстаграме, и я цены примерно знаю, какие девочки ставят, поэтому я решила вот на такой цифре остановиться. Ну, все, наверное, все вам рассказала, девчонки. Буду заканчивать. Пишите, будем вместе с вами вязать. Если возникают вопросы, я, конечно же, всем отвечаю всегда, подсказываю. И надеюсь, что у нас все с вами будет успешно и удачно, и вы навяжете себе таких костюмчиков. Спасибо всем, что послушали меня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будет еще очень много всего интересного. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok